Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Нас ждет одна из многих историй, которые произошли давным-давно в одном из губернтских городов. История, конечно, незамысловатая, но что-то в ней есть знакомое. То, что мы можем увидеть иногда и в наши дни. О чем эта история? Сейчас вы сами все узнаете, потому что история уже начинается. Итак, жили в одном городе два сапожника. Два Иваныча. Яков Иваныч и Ерофей Иваныч. Славные были мастера. И вот однажды... Ах, мощеные, ах, дороженьки, Пожалейте вы до сапоженьки, Пожалейте вы до ботиночки, Траторчики и тропиночки. Хорошо работает, да, когда товар добрый. Ой, не говори. Срез ровный, вид холеный. На колодку ложится, не капризничает, да. Хороший материал нам Сакиркин продал. Да, Сакиркин толк в коже знает. Не говори. Я вас категорически приветствую, художники каблука и подметки. Господин директор театра. Да вы садитесь, садитесь. Ну что вы сполошились. Хорошо. Я к вам, благодетели человеческих ступней и подметок. По другому делу. Да, вам уже? Губернатор пригласил меня по грибы. Ага. А я, знаете ли, не очень люблю эти баганки, сыроежки. Но, сами понимаете, от приглашения губернаторов не отказываются. Да. Понимаю. А мне нужны сапожки. И главное, чтобы они были легкие, надежные, ну и приличные на вид. Так, сделаем. Главное, фасону выбрать. Присаживайтесь. Где-то у нас здесь каталог был. Ага. Да. Где-то тут. О, подождите. Нет, 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 нет. Мы видим, здесь. Да что ж такое-то? Вот, ну. А. Ну, точно. Да. Давай. О, господин директор. Спишь что ли? Ага. Ну, день сегодня такой, сонный. А, а может, умаялся? Ага. Досточимые господа. О, Сильвест Тарантоновый. Да, да, здравствуйте я. Позвольте войти. Так давно бы уже вошли. Что ж такое пугливый-то? А, я не пугливый. Я уважительный. Вот вы люди уважаемые. А я кто? Младший помощник писаря. Получается, рангом ниже. Ой, да при чем здесь чины-то, ранги? Нет, ну как же, ранги и чины нужно уважать как-то. Да людей надо уважать, а не ранги. Сильвестер Антонович. Шутить изволите. Кто ж такой человек-то без чина? Так, все, пукашка. Вот, я вот яркий тому пример. Вы за башмаками. Да, да, да. Все, готовы, можете забирать. Да. Это господин директор театра. Да, сапоги изволят заказывать. Господин директор театра, мое глубочайшее почтение. Если чем могу служить, то пожалуйста. Да спит он. Так что забирайте башмаки и идите. Нет, 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 что вы, что вы. Как я могу вперед такого человека, настоящего директора лезть? Нет, 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 нет. Уж увольте, я подожду своей очереди. Да нет тут никакой очереди, берите. Да что вы такое говорите? Надо же соблюдать субординацию. А вдруг он прознает, что я вперед, него влез. Нет, 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 уж увольте. Да забирайте, это же секундное дело, вы что. Нет, 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 что вы, что вы, я подожду. Господин директор, не извольте беспокоиться. Заказывайте сколько хотите. Я подожду, я не тороплю. Да спит он. Ну что вы с ним разговариваете? Да подождите, может быть сон у него тонкий, и он все слышит. К тому же, может быть, господин директор, крепко задумались. А столько крепко задумались, что аж похрапывают. Ну точно. Дрожи, злодей, найдет тебя расплата. И в дикушь летит сюда, на колеснице боевое. Ой, мамочки, может его разбудить? Кошмар и снятся-то. Ох, я не злодей, господин директор. Если нужно, то я готов. Позвольте представиться, Сильвестр Антонович Агаркин. Что, и злодеи готовы, чтобы начальству уходить? Ой, ну дела. Вы не понимаете. Андрей Петрович. Стой, Кузькина, замри. А что случилось-то? Они спят. Сейчас разбудим. Стой, Кузькина, молчи, иначе я за себя не ручаюсь. А что это мы так разбушевались-то? Уважение свое к чинам выказывают из воли. Очень большое уважение. А, ну что? Ну и что? Я не стесняюсь. Я не стесняюсь. Кто мы с вами по сравнению с этим человеком, а? Кто? Кто? Блохи беспородные. Чего? Прошу заметить, что это мое личное мнение. Мое отношение к вашему званию безгранично. Мой верный конь, мой храбрый Буцефал. Дай, обниму тебя перед сражением. Караул. Роль не выучил негодяй. Отвечай. Сильвест Антонович. Да перестаньте. Да что он в самом деле? Кажется угодил. Может быть мне это зачтется. Я прошу заметить, я ни на что не намекаю. Хотя я мог бы служить чиновником при театре. Только бы чин чуть-чуть повыше, а? Вот к чему все это уважение. Ладно, все, будем. Андрей Петрович. Кузкина, давай, того, полегче. Сильвест Антонович не хотел. Не хотел? Что? Я придашу глубочайшие извинения. Я ведь не хотел. Я ведь не ради себя. Я ведь ради человека значимой должности. А я что, не человек? Человек. Только помельче значение. Ох, Сильвестер Антонович, а. Я больше не буду. Вот видите, господин директор, на что я готов ради вашего спокойствия, ради великих мыслей в вашей голове. Я готов даже рисковать жизнью. Ну, прощайся с жизнью. Макферсон готова плаха. А, казнь неотвратима. Казнь. Вот до чего театр-то людей доводит. Сильвестер Антонович! Сильвестер Антонович! Андрей Петрович! Сильвестер Антонович! Андрей Петрович! А! Что? Это кто? Сильвестер Антонович Агаркин. Могу служить. Кем захотите. Хотите лошадкой, хотите собачкой. Хотите лягушонком. Сильвестер Антонович Агаркин. Я на все готов. Я на все готов. Что с вами? Андрей Петрович, вы заснули, а фасон-то так и не выбрал. Заснул? Ну. Ой, батюшки мои. А у меня же весь день расписан по минутам. Встреча с губернатором. По что? Не разбудили? Так у вас тут защитничек был. Белел не будить. Говорят, у вас там мысли какие-то шмыгают. Какие мысли? Великие мысли. Согласно вашему званию. Кто это? Сильвестер Антонович Агаркин. Могу служить вам. Кем захотите. Я бескорыстно готов служить вам. Да что с вами? Да потом зачем вы мне нужны-то? Вы блеете как-то неприятно. Простите, подхолинские. Да так, гении подметки. За сапогами я к вечеру к вам забегу. Кузькина, ты распространила билеты на спектакль? А то ж. Я же Машке Калини и Анке Клюевой сказала о спектакле. И они эту новость по всему городу разнесли. Так что готовьте. Откидные места. Ой, Кузькина, ну цены тебе нет. Иди ко мне в театр работать. Мы тебя будем на руках носить. Ну уж нет, еще уроните. Я готов. Нет, нет, не надо. Вот таких чинопочитателей я из театра давно повыгонял. Ну потому что, ну какая польза от них. Только лезь, да гонор, да еще погоня. За жалованием, за ролями, за званиями. О как, о, это верно. Все, я опаздываю. Все, улетаю, как мотылек на огонек. Все, 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 опаздываю. Ну, вот зачем вот так со мной? У тебя же из почтения. Вот так вот всю жизнь. Я ко всем с уважением, с почтением. Меня никто не ценит. Ну, ну потому что, ну не надо же уважение-то с подхалимством путать-то. Ну, да не чины надо почитать, а человеков, дела их благородные. Ну, да, возьмите. Я подумаю, милдите. Только хорошенечко. Я подумаю. А додумайтесь, глядишь, все и поменяется. Вот такая история, дорогие мои. Я бы сказала, печальная. Такое вот подобострастие перед званиями и должностями. Такое вот неуемное чинопочитание. Есть чин, значит, этот человек, которому с уважением относиться надо. А нет, так можно и относиться непочтительно. Разве это правильно? Верно сказали сапожники. Надо не чины уважать, а людей. Человека не должности делают хорошим. А светлая душа и добрые поступки. Согласны со мной? До новых встреч, дорогие друзья. И храни вас всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова